привет сегодня тема про пляжи я стою практически по грудь в воде и хочу сделать видео по теме какие пляжи лучше выбрать если вы приехали сюда на отдых на самой довольно много пляжей потому что остров все-таки и с каждой его стороны разные условия для купания и отдыха есть каменистые пляжи вот людей часто нахожусь на пляже silver bay есть пляжи абсолютно песочные например майонами где вообще ничего не обустроено плане отелей поставим практически нет шезлонгов нет убираемой территории зато есть пляжи такие как бы пут там очень много отелей как и в чавенге довольно глубокое море но например в чавенге покупаться не всегда можно так просто потому что там мелко и довольно таким место не очень чистое все сбрасывают бутылки из соседних баров много людей купается ночью вечером то есть не все трезвые поэтому мусора хватает еще из красивых пляжей и глубоких лама и там часто бывают волны и можно покупаться больших волнах когда когда сильно дует ветер и красивый пляж чонгмон но опять же но нужно подгадывать под отливы и приливы и потому что если попадаете в отлив там делать нечего будет пощиколотку воды сегодня мы на пляже кристалл бич в бухте сильвер бэй попробуем зайти через сильвер бич резорт он это бар какой-то это просто бар то есть это даже он это resort но белый песочек здесь какой и камешки огромные вообще да здесь просто такая уютная бухта где наверное не бывает шторма мне кажется она маленькая вот по бокам идеально белым песком таким же мелким как вот мы ходили на пляж чем он есть такой белый песок очень и такой же водичкой прозрачной и наверно поэтому называется сильвер потому что она хотя она зеленовато в целом приятное место это первое впечатление очень приятно здесь есть и пальмы такие чисто тайские и обычные деревья ну а необычные каждый таиланда не для нас пляж называется сильвер бич и находится в бухте сильвер бэй он довольно каменистый на дне то есть песочек вроде бы здесь есть но внизу камни то есть лучше конечно плыть вот так целом очень уютно и много деревьев где можно полежать тени я смотрю здесь собака типичная для таиланда я закопали она и все равно такая дохлая и вообще все равно и главное сон видеть собак все равно можно закопать вообще там один нос в полу поснулась и краба бегают черные маленькие такие на этой части сильвер бэй намного больше людей чем вот там подальше потому что здесь камня нет совсем и и поэтому прозрачная вода а там дальше уже много водорослей камни здесь все прямо идеально так прозрачно я вот иду по месту где солнышка мало поэтому здесь не так видно здесь даже можно видимо снять что-то вот люди сидят какие-то домики на этом пляже решил сделать слона и сочного такой вот небольшой пляж по дороге лома и здесь какой-то собственный остров небольшой цементированный здесь тоже бунгало сдаются все аж трещит практически старенькое такое здесь по моему просто рыбаки на этом острове как причал используя этого а вот то место в натоне где поворот с кольцевой дороги в натон и сегодня отлив я не могу не зайти туда на этот островок сейчас поставили момент вот это все равно просматривается смотря на то что сегодня тучки куда туч нет вообще идеально я вода лазурно вариант а что и порт здесь вроде бы паром и ходит хотя детям будет важнее вот мы дошли наконец-то сюда 100 метров наверно и совсем не намокли что здесь за пяточек такой настоящий маленький там еще один есть а а но а а а а а а а а а вот такие вот буйволы везде водятся здесь все они водятся они домашние животные не знаю используя их на мясо или для молока но они абсолютно везде где происходит это разваленные пальмы везде массаж а чё прикольный пляж здесь вода такая лазурная это получается пляж майонама уже пляж майонам это он и есть и вода отличается в разы от пляжа на бапути я не знаю почему хотя пляж бапути находится вот за этим маленьким мысом но она не прозрачная там совершенно совсем малышей его на пляже купаются такие пальмы прям наклоненная в воду они нам тянутся к воде вот пальма стоит корнями воде говорят здесь кусается фонтон на дне меня еще ни разу не кусал знаю как это выглядит вроде как должно чесаться или раздражение его не увидишь он маленький думаю поэтому рыб кстати здесь нет тоже подальше кокосы болтаются здесь у нас заканчивается пляж майонама после мыса там дальше начинает другой район острова вот там в дымке видно остров соседнего немножко поменьше чем там и это наверно панган там дальше совсем крошечный остров есть его тоже видно вот там огромная кокосы висят вон вот их уже не достать вообще никак это надо какую-то липалку специально залезали залезать на пальму или же обезьяну иметь собственную обученную это вот на лодке наверно мужичок живет там потому что у него крыша есть это маленькое помещение там техническое подальше по пляжу если идти то тут будет тот отель который мы заехали изначально называется new lapos and villa resort вот видно там у него бетонное ограждение мы прошли от речки которая впадает море в начале пляжа и вот мимо ряда отелей попробуем дойти до конца вот эти вот катера они едут с экскурсии и разводят людей по отелям катер подъезжает прямо к берегу и высаживает одного человека специально для этого останавливается они вдвоем едут вот один дальше там другой поближе наверное экскурсия была в антонг морской заповедник закончен сезон сейчас начало апреля а уже пляж практически пуст это пляж бапут прямо возле отелей хотя еще зимой здесь январе феврале были толпы народа сейчас все пишина да и цены конечно снижены в разы я вот смотрю тайцы любят видимо настолько свои мотобайки что даже купаются в шлемах пляж майна вам не понравился больше намного чем бапут потому что водорослей вообще нет идеально прозрачное море и людей вообще минимум сейчас бассейн ночной бапут освещение за счет бара так бы здесь была бы темнота темнейшая бабахнет о салют вон там на самой какой-то постоянный праздник каждый день приезжают новые туристы закупаются салютом огоньками вот этими летающими только что летел вверху сейчас уже ничего не запускают хотя пиротехника тоже запрещено как и в россии самой возле бара такое шоу с огнем прямо перед столиками здесь сразу же море это оба пути шаман велич чисто и и там дальше огоньки запускают небо цепь цепь уже сигарета будет цепь уже 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой понтон плавучий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он прям шевелится весь от волн. О! Там весь двигается. Вот это он намертво к этой прикрепленной бетонной свае. Хотя море пока еще не прозрачное. Потому что все-таки сезон еще не закончен, дождей. Наверное, пока он не закончится, прозрачность не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Считай, это хорошо здесь. То есть на это место можно приехать на катере и оказаться прямо сразу на Fisherman Village. Вот она прямо возле понтона. Приезжать сюда лучше, по-моему, по пятницам. Это можно информацию посмотреть в группах ВКонтакте, в интернете. Когда проходит здесь гуляние. Здесь улица перестает двигаться в плане транспорта. То есть только пешеходная. И сюда приезжает выездной рынок с всяческими поделками местных жителей, одеждой и другими побегутками. Еще один пляж называется Crystal Bay. Это, по сути, как я понимаю, это то же самое, что и Silver Beach. Они, по крайней мере, находятся совсем рядом. Один к другому. Здесь есть спуск. Видно саму бухту. Ну, именно это место, оно очень каменистое. То есть тут купаться, наверное, не очень будет удобно. О, даже душ есть здесь. Там какой-то бар. Такой душ. О, там ступеньки прям такие хорошие. Пещера маленькая. Здесь что? Доходишь до конца, и что там, нырять там или что там? А дальше уже идет тот пляж, который называется Silver Beach. Огромные камни. Просто огромные. Так. А, ну здесь, получается, можно просто спуститься до конца, там нырнуть и поплыть. Пляж Чавенг. Пляж Чавенг. Девушка лежит и мечтает о романтике. Рядом с ней дяденька читает книжку про любовь. Книжка на английском, кстати. А здесь сразу же отель под пальмами. Что там есть? А здесь пляж более оборудованный. Развлечения есть. Прыгалки зеленые. Собака. Ну тут в разы приставал больше. С косяческими обезьянами, игуанами, продажами кокосов и всего остального. И фотками. Пляж и я label с land тяжелый таллинер. Пляж. Пляж. Развинешь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, только что встретили людей, которые смотрели наш ролик на ютубе И вот случайно повстречались с ними Ладно, пойду попробовать эти волны побороть Такая собака интересная, упалась только что в море на пляже Ламай И сейчас играется в песке Ну, яму вырывает такую Зачем эта яма? Шобака Такая мокрая вся Здесь шезлонги для покупателей бара Бесплатный шеллон для ее специально для тех, кто что-то купил в ямвале Это вечерний пляж Ламайи Я вот тут занимаюсь лепкой Вот такого вот чубураху Как-то даже машина умудряется передвигаться, не буксуя Наверное, полноприводная Очень красивый пляж в районе Бангпо Это как ехать в Натон По правой стороне дороги Вода лазурная такая вообще Пляжик совсем небольшой И он, видимо, не очень ухоженный Потому что камни такие там Наверное, потому что здесь отелей нет поблизости никаких Но все равно очень приятно Даже воду может за этим пробовать Да, теплая такая Место идеальное просто для купания Все просматривается хорошо Там вот камни есть Ой, кто-то плывет на байдарке Наверное, там можно поплавать С трубкой, маской Судя по тому, что там есть камни Значит, там есть и рыбы Еще на самой есть такой пляж В районе Ламайи Я точно не знаю, это Ламайи или нет Немножко дальше по дороге В сторону сада бабочек и шоу тигров Вот Аквариуме Тайгер Зул Пляж Очень такой Широкий Но в то же время Он идеален для кайтсерфинга Те, кто увлекается кайтсерфингом Там, я думаю, лучшее место на Самуи Потому что здесь, во-первых, есть Какая-то школа Кайтсерфинга Вот здесь, вот прямо здание Во-вторых, там же в аренду все это дают Оборудование Смотрим Вот если ехать туда немножко левее Там будет сад бабочек Здесь по пути к пляжу небольшой резорт С той стороны уже территория такого зоопарка Ну, это не полноценный зоопарк Там тигры То есть это в основном шоу Бунгало Совсем крошечное Там, наверное, одна комнатка и туалет Одного-двух человек Хотя мы в таком же жили, когда вот приехали В ноябре И четвером вполне нормально жили Там одна комнатка была, две кровати И два ребенка и я с женой вполне помещались А вот обучение кайтсерфу Вот это вот здание, там все сдается в аренду Такое дерево Ярко-красное Кстати, здесь объявление о том, что Если вы купаетесь в бассейне нашим И вы здесь не проживаете в отеле В отеле в этом у вас 500 бат штрафа Вот пляж Ой, сегодня здесь отлив И совсем, наверное, нет никаких кайтсерферов О, как далеко вода ушла В прошлый раз вода была уже здесь Где мы идем Сейчас получился какой-то залив Пешком, мол, далеко Ну, купаться здесь вряд ли можно Потому что Даже малышу ему Коленка пронзут Там очень-очень мелко Если только разве Заходить вот туда Где заканчиваются рифы Такой запах здесь странный Похоже вроде бы на море Но Какой-то То ли плесенью То ли чем-то таким Кстати, вот она плесень и есть Зеленая Это, наверное, из-за того, что Связано с высыханием А, ну вот, зеленая все Вода застоявшаяся Она почему-то не испаряется И как Что-то химическое происходит Наверное, с солью С водой Да, ничего себе Мы зашли в руль Это уже расстояние Насколько вода отошла Да и запах-то больше Ну, можно там обойти То есть, если будете Покупать путевку В один из резортов Который находится недалеко От серфинга А он, я думаю Школа кайсерфинга Скорее всего, одна На самом деле, мне кажется Скорее всего, это будет Вот этот район Все будет зависеть От прилива Соответственно Купаться здесь не получится Сама вода, конечно Такая же, как и везде Идеально прозрачная И очень горячая Я так думаю По рифу можно зайти И дальше Можно пройтись прямо К воде Где глубоко Я так думаю Эти норки Строят краба Потому что мы только что Встретили одного краба И он такой Бесцветный практически Вот нора Я не живу Прямо возле реки Здесь еще река Сюда Наверное, она впадает Еще один пляж С той стороны У нас находится Кристал Нет, с той стороны У нас находится Сильвер Бич А здесь просто Какие вот булыжники Не знаю Это Сильвер Бич Или это Кристал Бэй Но тоже Ничего так Симпатично Вот там за камнями С той стороны Находится Сильвер Бэй А здесь соседний пляж Совсем маленький въезд В какой-то частный Небольшой резорт И у них Вот такой вот Пляж красивый И практически Никого нет Тоже съезд Получается Прямо с кольцевой дороги Вот он рядом Кольцевая Здесь вода Совсем отличается От соседнего пляжа Даже Здесь другой песок Какой-то коричневый Не такой Как везде На Самуи Он какой-то Из больших Кракушек крупных И она идеально Прозрачная Тоже А вот Вот самый Лиман Вон видишь Я приехал На пляж Смотреть На Самуи Есть пляж Прямо как Из рекламы Про Баунти Пляж Находится В Ченгмоне Это такой район Самуи Сейчас мы здесь находимся Здесь Резорты И отели Сейчас пройдемся Посмотрим Какая там Прозрачная вода Вот оставляем Все Даже ботинки В мопеде Багажник большой Писи икса Поэтому Можно засунуть Много чего Чем хорош этот пляж Тем что здесь Идеально прозрачная вода Даже В случае ветра Здесь Его не бывает Потому что Территория закрывается Островком Справа И мысом слева И всегда Идеальная прозрачность В воде И второй плюс Справа есть Полноценный остров Сюда можно перейти Прямо по воде Такой песок горячий Прямо как По сковородке Идешь Еще здесь Что необычно Здесь не очень много Пальм На побережье Пальмы есть Конечно Но они У них не преимущество В основном В основном Какие-то деревья Похожие на хвойные И поэтому Создается тень Под которой Можно спрятаться Но некоторые Вот смотрю Тень не предпочитают И выглядит уже Как негры Кстати сегодня Здесь волны Небольшие Но Все равно Вода прозрачная Вон вообще Еще раз Пляж называется Чонгмон Да Песок здесь Отличается От пляжа В Маянаме Либо Путе Он какой-то Очень Он Песчинки Очень мелкие Практически Как порошок И поэтому Он такой Мягкий И приятный В целом Мне этот пляж Намного нравится Больше Чем другие Которые я видел Но исключение Конечно Остров Мацум А еще здесь Что есть Еще здесь Есть камни Огромные Правее Немножко Если пройти Вот там Вот за этим Островом Там будут Большие камни С другой стороны Здесь людей Побольше Потому что Все хотят Максимум Красоты И Спокойного Моря Поэтому Все здесь Приезжают Сюда Но опять же Отели Здесь тоже Продавцы Кукурузы Ананасов Забузов Вот такой вот Каяк Можно снять За 200 бат В час Мы сейчас Идем Специально Подальше От От народа Потому что Там остров И Красивее Здесь Я вчера Видел Необычный Массаж Тайка Легла на спину Согнула колени И на этих коленях Спиной К ней Лежала Девушка Причем Такая крупная И она Вот так Ломала Ей позвоночник А здесь Какой-то Отель Я вот Не знаю Название Его Можно посмотреть В интернете Он Немножко Правее Чонгмона По карте Это Крайняя Точка Вот Этого Мыса Но Он Такой Красивый Не знаю Это Тайский Стиль Китайский Надеюсь Мы перейдем А вон Мужик Какую-то Рыбу Клушит Там Палкой Дети Даже Переходят Мы вчера Видели Где даже Собака Переходила На ту сторону Не знаю Что Это Надо Было Что То Кого-то Тает Там Глушит Рыба Там Есть Какая-то Большая Наверное Все У меня Уже По 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 Я думаю Это Природное Вот Такое Ограждение Получается Как Рифы Этот Остров По Сути Тоже Не Обитаем Хотя И На Ходится Прямо Практически Это Самуи Наверное Когда Здесь Отлив Это Одна Общая Территория Наверное Какая-то Защита От Волн Что Это Дерево Такое Это Явно Как Хвоя Территория Нет Не пахнет Как Хвоя Прям Похоже На Хвою Даже Шишки Есть Зелененькие Вот Я Думаю Кусты Мангровые Деревья Деревья Потому Что Я Последний раз Видел В Египте На Каком-то Острове Нам Гид Рассказывал Что Они Могут Питаться Морской Водой Я Не знаю Вблизи Не видел Никогда Мне кажется Это Они И есть Потому Что По логике Здесь Ничего Нет Кроме Морской Воды И Что Они Могут Пить